Здравствуйте! Вы смотрите интервью дня на телеканале Катунь-24. Накануне завершился краевой конкурс «Учитель года Алтая-2021». Он проходил в рамках одной из десяти образовательных инициатив губернатора Алтайского края Виктора Томенко. В финал вышли 24 участника краевого этапа конкурса. А вот как проходил региональный отбор, какие задания выполняли участники и кто стал победителем. Об этом и многом другом нам расскажет директор гимназии номер 42, член жюри краевого конкурса «Учитель года Алтая-2021» Генриета Викторовна Татарникова. Генриета Викторовна, здравствуйте! Добрый день! Ну и я думаю, первый вопрос. Вообще расскажите в целом, как ваши впечатления о конкурсе в этом году? Конкурс 2021 года, на мой взгляд, прошел под девизом самообладания каждого учителя и желанием каждого сделать добро. Поэтому, на мой взгляд, конкурс был очень добрым. А сколько лет вообще проводится конкурс «Учитель года Алтая»? В этом году 31 раз мы отмечали данный конкурс, и из них 27 лет в конкурсе нахожусь сама. Ну, то есть, можно сказать, есть, как говорится, с чем сравнить. Да, есть что сравнить, с чем сравнить, как проходил этот конкурс все эти годы. Это очень интересное профессиональное соревнование, на котором учителя показывают свои лучшие и личностные, и профессиональные качества. Ну, все-таки мы знаем, что время идет, все в мире меняется, приходят новые технологии и так далее. Так все-таки в чем, скажем так, одно из главных отличий от проведения прошлых лет, именно в этом году? Может быть, что-то новое добавили, новые номинации или еще что-то? Нет, все номинации остаются теми же, потому что мы работаем по положению российского конкурса «Учитель года». Мы не можем их менять, можем немножечко модернизировать в рамках уже самого конкурса, потому что финалист защищает честь Алтайского края на российском конкурсе, и он должен быть готов к этим испытаниям. 24 финалиста муниципальных этапов в этом году прошли в краевой финал, и они, наверное, участвовали в нескольких конкурсных испытаниях. Первое конкурсное испытание – это творческая мастерская, когда каждый смог рассказать, какими технологиями он руководствуется в своей деятельности, какие методы использует для достижения целей, опять же, поставленных на уровне как Российской Федерации, так и личностном учительском уровне. Затем они на базе нашей гимназии давали открытые уроки. Это уроки на чужих детях, они впервые их видели, они даже не видели, в каких кабинетах они будут давать. Раньше мы показывали заранее эти кабинеты. В этом году для них это была, наверное, та изюминка оказаться в нестандартной ситуации. Как раз-таки что-то новое. Да, в отличие от прошлых лет. Они впервые увидели детей, они незнакомы были. Затем на третий день они дали открытые мероприятия в неклассной направленности. Опять на других детях, не тех, на которых они давали уроки. И, наверное, самый такой вот волнительный день был для шестерки финалистов, которые вчера с утра давали мастер-класс на взрослых, озвучили нам свою миссию педагога и приняли участие за круглым столом. Вот, наверное, очень интересно было в этом году, что круглый стол вела председатель Алтайской краевой ассоциации родителей. То есть она использовала в беседе с педагогами вопросы, которые смогли задать как в режиме телеобращения, так и в режиме онлайн учащиеся и родители. Вопросы были очень острые, очень интересные, неожиданные. Провокационные. Поэтому конкурсанты отвечали искренне. Вот доброта и искренность. Многие участники преломили свой жизненный опыт в сфере образования именно при ответе на эти вопросы. И по итогам был определен финалист. Еще что хотелось бы отметить. Все члены жюри по окончании конкурсных мероприятий имели возможность высказать свою собственную точку зрения. Не было одного финалиста, я бы так сказала. Обсуждение шло всей шестерки. И о каждом финалисте были сказаны очень добрые слова. И казалось, что вот чуть-чуть не хватило каждому. И каждый мог стать победителем. Я думаю, о победителе мы с вами сейчас поговорим чуть попозже. А как вообще можно было попасть на этот конкурс? Как проходил отбор участников? На этот конкурс попасть очень легко. Он проходит ежегодно. И на сайте Министерства образования, потому что именно они являются главными организаторами Института имени Топорова, который сопровождает методическую сторону данного конкурса, можно познакомиться с положением о профессиональном конкурсе. В своем муниципалитете, где разработаны также положения, каждый учитель может заявить о своем желании стать участником данного профессионального конкурса. Осенью тур муниципальный проходит в каждом районе Алтайского края, в каждом городе. А затем уже финалисты муниципальных конкурсов, они принимают участие в краевом этапе. И вот 45 человек в этом году подали документы, только 24 были отобраны как финалисты. Они представляли свои теоретические наработки, описание своего опыта, плюс давали запись видео урока. То есть уже конкурсные жюри, вот такого промежуточного этапа, смогли выбрать 24 человека. А сколько вообще длится конкурс в целом? Конкурс в разные годы, по-разному. Когда я была участницей в 1994 году, он длился почти неделю. Сейчас в этом году он всего 4 дня. То есть в понедельник прошло открытие конкурса, в четверг прошло закрытие. Это одно мгновение, это миг, когда учителя смогли насладиться вот этим фестивалем творческих, находчивых, дерзких, смелых и очень профессионально грамотных людей. Ну, тем не менее, участники, я думаю, еще и получили неоценимый опыт, в первую очередь, что узнали что-то новое, пообщались и так далее. Ну, давайте теперь, наверное, перейдем к церемонии закрытия. То есть как прошла церемония закрытия, но и всем нам, и нашим телезрителям, интересны имена победителей. Церемония закрытия, благодаря, опять же, стараниям Министерства образования и Института Топорова, проходила в этом году в одном из лучших концертных залах в зале в Сибирь. Да, были соблюдены все меры безопасности, которые рекомендует потребнадзор. Все участники были очень красивыми. В зале находились директора школ, старшие коллеги, бывшие участники. Вот в этом году хотелось бы отметить именно сплоченность организации клуба «Учитель года Алтая». То есть профессионалы, которые когда-то участвовали, они стали помощниками для нынешних участников, тем образцом, которым можно соответствовать. Тем более есть чем поделиться опытом. Да, конечно. И вот тайна, полный интриг. Кто, где. Да, давайте уже перейдем к победителям. Да, к победителям. Сначала был, конечно, педагогический дебют. Это наши звездочки, это наша надежда российского образования. Три очень красивых девушки. И победителем стала учитель английского языка из Бийского лицея номер один, если я не ошибаюсь, Анна, подскажите мне... Сурова. Сурова. Анна Сурова. Чем она поразила? Своей искренностью. Вот на финальных испытаниях это был очень искренний человек, вдумчивый, который прежде чем что-то сказать, она всегда анализировала и затем давала результат. Ну, мы в свою очередь поздравляем победителей. Генрия Тавикторовна, спасибо вам большое за предоставленную информацию. Мне кажется, наш с вами диалог сегодня получился весьма продуктивным и интересным для наших зрителей. Ну, а мы с вами прощаемся. До встречи в эфире.